Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Леди Лилит Данте Габриэля Рассетти Холст Масла 96 на 81 Леди Лилит Картина английского художника прерафаэлита Данте Габриэля Рассетти Изначально писавшаяся в период 1866 по 1878 год С натурщицей Фанни Конфорт А с 1872 по 1873 год художник переписал картину Тогда натурщицей стала Алекса Уайлдинг На картине изображена Лилит, первая жена Адама Могущественная и злая искусительница Существует предположение, что Рассетти переписал лицо натурщицы По просьбе своего заказчика, коллекционера и арт-дилера Фредерика Лейланда После смерти Лейланда Картину купил Самуэл Бенфорд, младший Владелец одной из самых крупных коллекций Произведений прерафаэлитов вне Великобритании Бенфорд в 1935 году передал картину Художественному музею Дилавейра Картина составляет диптих С работой 1906-1870 годов Сирилла Палмифера Леди Лилит представляет красоту тела А Сирилла Палмифера красоту души На рамах обеих картин написаны сонеты авторства Рассетти Акварель 1867 года Рассетти Копия Леди Лилит с изображением Фани Корнфорд Сейчас находится в Метрополитен-музее Сохранились два масштабных эскиза Картины 1866 года и зарисовки Которые могли быть созданы ранее этой даты На картине изображена Лилит Библейский персонаж, первая жена Адама Но это современная интерпретация героини Девушка любует со собой зеркали Многие художники изображали таких нарциссических дев С зеркалами Но Леди Лилит считается олицетворением Стандартом этого типа картин Помощник Рассетти Генри Трефри Данн Рассказывал, что в финальной стадии написания картины Был цветочный фон, для которого они приносили Большие корзины роз из сада Джона Резкина Предполагается, что именно Данн, а не Рассетти Позже воссоздал изображение Леди Лилит на бумаге Цветной пастелью, которая хранится сейчас в Метрополитен-музее Искусствоведы отмечают использование символизма цветов в картине Белые розы символизируют чувственную любовь Также отражена традиция живописи При которой розы становятся красными при появлении Евы Маг в правом нижнем углу олицетворяет сон, забвение Томный и ленивый характер Лилит Неперстянки у зеркала могут символизировать неискренность Фигура Лилит часто значится символом феминистического движения Поскольку представляет собой сильную и грозную женщину Доминирующую над мужчиной На картине она сосредоточена на своей собственной красоте И одета не в традиционный, утягивающий викторианский корсет А в свободную одежду Особую символику в этом плане представляют собой волосы Елизабет Джиттер в своей книге пишет, что Чем больше внимания и места для изображения волос уделено на картине Тем сильнее сексуальный подтекст изображения В народных преданиях, литературе и психоанализе Пышные густые волосы являются знаком мощной сексуальности И даже распутства Ну вот такое описание к картине Леди Лилит Автор Данто Гавриэль Росетти Я нашел в Википедии Всего хорошего, до свидания Пока-пока, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok